В январе 2016 года стало известно о возвращении на родину Кусамы Масхадовой, жены второго официального президента Эчкири Аслана Масхадова. В Чечне ее не было 15 лет. Не всякая супруга президента представляет интерес, однако Кусама Езедовна в девичестве Семеева определенно достойна внимания. При том, что в обществе вообще, а в чеченском в частности, женщине отводится, как правило, второстепенная роль. Кусама Масхадова своим волевым характером и авторитетом показала иную модель поведения. Когда в 1997 году Аслан Масхадов был избран президентом Чечни, Кусама также включилась в работу. Все решения, принятые относительно дальнейшего хода событий, в воюющей республике принимались в том числе и при ее участии. И с лишней деятельной женщины называли за глаза не иначе, как серым кардиналом. А при поиске аналогов в истории вспоминали Раису Максимовну Горбачеву, без которой последний генсек СССР не ступал ни шага. Отчасти уверенная позиция Кусамы обусловлена ее происхождением. Ее родственники представляют влиятельный тейп, гордолой, мнение которых Масхадов просто не мог игнорировать. От положения Кусамы в верхах зависело их благосостояние, складывающееся тогда в основном за счет безутечного трафика нефти. Кроме того, Кусамы возглавила созданный Масхадовым благотворительный фонд «Маршо. Свобода». К 2000 году авторитет Аслана Масхадова в глазах боевиков и населения сильно упал. Усугубилось его положение еще и тем, что российские власти нашли себе опору в лице Ахмата Кадырова. Предприимчивая Кусамы с целью вернуть мужу исходной позиции, отправляется в сопровождение доверенных лиц в Грузию с намерением встретиться с президентом Шаварнацем. И просить его стать посредником на переговорах между Масхадовым и российским руководством. О результатах этих намерений Кусамы сведений мало. Однако известно, что власти Грузии после ее визитов оказали всяческую помощь ичкирийским лидерам, а также предоставили на своей территории места для размещения сепаратистов. Во время своей поездки в Грузию Кусама, пользуясь присутствием в Тбилиси главы ОБСЕ Бениты Феррера Вальднер, передала ей обращение мужа и документы о реальном положении дел в Чечне. Эти сведения потом будут учтены международными организациями, которые курировали чеченский вопрос. Результаты дипломатических предприятий Кусама Масхадовой станут очевидными спустя время. Благодаря ей президент Масхадов не стал в тот период персоной Нонграта в Европе, и это отношение к нему как жертве российского империализма сохраняется там до сих пор. Смерть мужа в 2005 году нисколько не умерила активность Кусама. В память о нем в 2007 году она добилась от властей Азербайджана проведения траурных мероприятий, которым в итоге было отведено два дня. В один из этих дней в Бакинском кинотеатре был показан фильм «Цена свободы», посвященный Аслану Масхадову. На собравшейся пресс-конференции, куда съехались многие авторитетные СМИ, Кусама произнесла речь с обвинениями в адрес России, спецслужбы которой похищают беженцев, находящихся на территории Азербайджана. Некоторых из них были попросту убиты. При этом Кусама не применула пожаловаться на то, что руководство России отказывается выдавать тело Масхадова, что называет его террористом, чтобы оправдать убийство Ичкирийского лидера. Присутствующие на пресс-конференции западные СМИ этот выпад Кусама в адрес России подхватили, на что и был расчет, и разнесли по всей цивилизованной Европе. Здесь важно отметить то обстоятельство, что к моменту своего выступления в Азербайджане Кусама уже не являлась законной женой, вернее вдовой Масхадову. В 2002-м супруги развелись, после чего Аслан сразу же женился на молодой Чеченке, которая впоследствии родила ему дочь. Очевидно, только верностью проекту Ичкири можно объяснить активность умной и решительной Кусама, так как душевность в отношениях с бывшим мужем давно была утрачена. На протяжении 15 лет своего отсутствия на родине Кусама методично продолжала вести борьбу, в чем ее всегда поддерживал сын Анзур Масхадов. Он при каждом удобном случае, как и мать, не упускал случая упрекнуть российские спецслужбы в вероломстве. Напомните свои ненависти к Рамзану Кадырову и подчеркнуть светлый образ отца. В таком ключе удивительно, что после долгих лет отсутствия и ненависти Кусама вернулась фактически в логово врагов. Тем не менее, ожидаемые многими неприятностей в связи с ее приездом, как мы можем сейчас видеть, не оправдались. Кусама ведет тихую, закрытую жизнь в доме своего брата в Надтеречном районе. Немолодая, уже больная женщина, очевидно, решила пожить в мире спокойствий, на своей земле после долгих лет скитания и борьбы. Меж тем, как и 43-летний сын ее, Анзур, на родину возвращаться не собирается. Сейчас он проживает в Финляндии. Его перо принадлежит книга «Мой отец, чеченский президент». Сестра Анзура, Фатима, также живет в Европе. Никаких комментариев о прошлой жизни семьи второго президента Эчкери она не дает.